Квартал Сейчас мы направляемся на армянский квартал. Квартал основан армянами из Старой Джуги, переселенными в Иран с Шахом Аббасом в 1604 году. Опасаясь, что не сможет удержать недавно завоеванную им Восточную Армению, Шах отдал приказ переселить всех ее жителей в Глубь Персия. Мы сейчас находимся на Джольфа. Джольфа – название армянский квартал. Там Аминоперкич – соборная церковь. И здесь на русском написано «эстоматологический кабинет». Наверное, хозяин закончил образование где-то в Советском Союзе. Собор был построен между 1606 и 1655 годами, одним из первых созданных в армянском квартале «Новая Джульфа» по указу урегулирования армянского вопроса Шаха Аббаса после очередной из его войн с Османской империей. – Вы жители армяне? – Армяне, конечно. – Армяне? – Да, да. Здесь тоже много армян есть. – Да, я знаю. Это квартал армян. Просто мне удивлено вообще. – Ах! – Вы из Армении приезжаете сюда и живете, да? – Да, ну, есть. – Вы же замуж на выходе? – Да, да. – Ты иранец, да? – Да, да. – Ну, иранец, но армян. – А, мы все братья, сестры. – Скажите, что, я своему знакомому в Армении, скажите, что вы из Армении живете давно здесь, в Раде. – Я армяне, живет здесь, все нормально, все, жизнь хорошая. Ну, человек, если нормальный, куда хочешь, туда живете, это человеку. – Спасибо. – Мы тоже очень хорошие с тобой, видела, разговаривала, очень интересные с тобой. – Примерно в России. – Что? – Да, примерно в России, скажем, конечно. – Спасибо большое. – Эклектику собора, контраст христианских и мусульманских стилей можно объяснить по очередной смене власти в этом пригороде Исфахана. Европейские миссионеры, наемники, исламская власть. Почти в хронологическом порядке прослеживается комбинация архитектурных стилей собора во внешней и внутренней отделке. Храм лаконичен снаружи и богат по внутреннему убранству. – Мы сейчас находимся на альтарном залу церкви Ванг, это другое название церковь Ванг Исфахана. И на потолок мы видим иранские узоры, то есть ситские, сартовидские узоры, медальон вокруг, использовали золото на рисунке. И каждый рисунок рассказывает особые явления, то, что произошло во время Иисуса Христоса и даже до Иисуса. И здесь то, что верховная часть, ад, рай и так далее, то, что расскажет в вашей церкви. Ну, внизу в одном реале особое явление, то, что произошло к человеку, его зовут Гиригор. Гиригор, он хотел развивать христианство в Армении, но его измучили, измучили вообще государство того времени. Цари измучили его очень трудно, это очень ужасно. Даже ножей измучили, вот, и пятой оловой мучили его. В конце концов, христианство стало официальной религией Армении. Армении живут в Иране мирно с нами. Значит, они имеют в своей школе, на свой язык они говорят, на армении. Хотя их мало, но еще есть у них место в парламент, у них есть свой депутат в парламент. Бренное тело корила душа. Телу скорбя говорила душа. Грешная ты. Все соблазны познала этого мира, где святости мало. Ты и меня погубила грехами, ввергнула в неугасимое пламя. Ты и в аду, не избегнув огня, будешь терзаться и мучить меня. Тело ответило. Полна душа. Я в услужении, а ты, госпожа, ложно, неправо меня не суди, раны кровавые не береди. Конь я, и ты оседлала меня, гонишь, куда не попало коня. Все по твоей совершается воле. В мире я горсточка праха, не боли. Эти стихи в переводе Наума Гребнева принадлежат настоятелю Кичерийского монастыря поборнику сохранения традиций армянской национальной церкви в эпоху монгольского владычества, поэту, ученому и первопечатнику Хачатуру Кичерице. Он родился в 1260 году. Дата смерти неизвестна и относится к 1331 году. Зато известно место его захоронения. Давид и Хачатур ксаратцы. Они пасторы и патриарх. Внутри алтара они захоронены. Это старая Библия. Хоронили вот здесь. И это пожертвование. Для того, чтобы в Веспахане не было православянской церковь, поэтому два человека здесь захоронены к поставлению россиян. Один из них императорский представитель Борис Преображенский. Александр Фон. Он еще икон немецкий. Императорский какой-то. Да. Представитель императора. Император России. И посол России. Он из-за второго из них. Неоспоримым доказательством сохранения культуры армянского народа в Иране является наличие библиотеки на территории собора, а также музея. Кроме одеяний армянских священников, старинной армянской посуды и разных церковных атрибутов, здесь хранятся древнейшие книги девятого, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого веков, в том числе рукописные. Именно здесь находится тот самый печатный станок, на котором Хачатурки Сараци напечатал первые книги. Вот самый интересный объект музея. Вон там, на микроскопе, на воле с человеком написана фраза из Библии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok